Сейчас находимся в периоде глубокого кризиса современного естествознания. Я уже, в общем-то слову, кризис никак не отношусь негативным образом, не нагружая его никакими отрицательными способами. Кризис, это дело хорошее, здоровое. Если есть кризис, то нечто живое. Это очень хорошо и хитно пошутил Марк Алданов. Никогда не слышал, чтобы говорили о кризисе диктатуры. Кризис бывает только у демократии. У диктаторов никогда не бывает кризис. Потому что кризис знания – дело здоровое. Но между тем, что-то осознать его нужно, ибо потрясены основы, потрясены сами основы той картины мира, которая создавалась со времен греков и которая достигла своей вершины в теории относительности квантовой механики. Ну что здесь? Ну, во-первых, не достигнут синтез теории относительности квантовой механики. У нас есть теории, которые по отдельности работают хорошо, а вместе пока не важны. Но это, кажется, даже и меньшие проблемы. Это меньшее зло из всего того, что сейчас происходит. Наименьшие проблемы. Всё-таки в основе современного естествознания есть экспериментальный метод, как его придумал Галилей. Мы должны проверять наши теории в эксперименте. Как шутил Александр Ильич Вороняй, эксперимент требует от учёного развития двух качеств. Наблюдательности и изобретательности. Наблюдательности, чтобы наблюдать явление и изобретательности, чтобы научиться выдёргивать его из контекста существования, придумывать особые условия, в которых можно что-то понять. Однако современные теоретики работают с такими объектами, таких, скажем, теория струн, такой вот очень нехороший пример, в которых эксперименты в принципе невозможны. У нас даже и представление о том, как проверить предсказание теории струн. Нет экспериментального оборудования. То есть возникает поколение, вырастает поколение теоретиков, никогда в жизни не вовших лабораториях, не знающих, как это действует. Это безусловно тяжёлое кризисное явление, и оно очень мешает, вызывает большое напряжение. Многое хорошо об этом пишет Лисмовин. Это в каком-то смысле уже даже не физика, может быть, это прекрасная математика. Математики работают с идеальными плутоновскими объектами, кубами, и кругами, и струнами, направить экспериментально эту математику. А вторая огромная проблема, колоссальная проблема, это проблема компьютера, называется. Компьютер дал нам много, он облегчил нашу работу. Очень преувеличенные его значения в деле современной науки. Никакой разумной идеи компьютер не выдал. И, скорее всего, никогда и не выдаст, хотя, осторожно, учёным не нужно пророчествовать, и философам тоже не нужно пророчествовать, это нехорошее дело. Но дело вот в чём, почему компьютер это проблема. Он, конечно, очень удобен. Когда мы моделируем нечто, и компьютер выполняет миллиарды операций, и мы получаем только конечный результат, мы полностью утрачиваем критерии очевидности и прозрачности, восходящие к грекам и проходящие через Декарта. Ну вот компьютер провёл какие-то вычисления. Он провёл миллиарды вычислений, выдал мне конечный результат. Но я же не могу принципиально проследить своим разумом, как это проделано. На каждом конкретном этапе я совершенно не могу этого проследить. Очевидность утрачивается. Я должен верить в этот результат догматическим образом. Я должен думать, что он не ошибся там нигде в своём счёте, не сбился, не произошло, не по правилам ошибки. Я верю в этот результат. Но, конечно, при этом подрываются основы Декартового требования очевидности. Какой очевидности здесь нет? Мы принимаем результаты компьютерного моделирования исключительно на веру. Ну хорошо, когда не согласовываются с нашими интуитивными представлениями, а могут согласовываться. Следующая проблема, которая, она относится в социологический характер, ибо наука из развлечения аристократов, из хобби, превратилась к хорошо оплачиваемому профессию. Умеренно оплачиваемому всё-таки. Учёным с голоду не дают помереть в большинстве стран мира. И это произвело изменения в социологии научного знания, которые затронули философию. Дело в том, что учёных стало очень много. И каждый возделывает свою грядку и окручивает своё поле. И теперь мы понимаем только очень маленький, мы знаем, мы чувствуем только маленький область, в котором мы работаем непосредственно. Вот я занимаюсь каким-то куском науки, я его понимаю. Скажем, например, я попадаю на конференцию, где кто занимается магнитными явлениями, я уже совершенно ничего не понимаю. Я далёк от магнитных явлений. А там уже выработан специальный жаргон, там выработаны специальные интеллектуальные приёмы, шаблоны. То, чтобы их рассвоить, потребуется несколько лет. Ну, конечно же, у нас нет никаких сил, совершенно невозможно. Но при этом, конечно же, дробится, разрушается единая картина мира. Мы теряем то, к чему со времён схоластов стремилась наука, так или иначе, к построению единой картины мира. Вот я знаю вот эти свои статьи, которые я сам написал, и другие написали в моей области, а уже вылезти из этого совершенно невозможно. Эта участь постигла все точные науки, и физику, и химию, и математику. У меня не есть точная наука, там та же самая проблема. Но это дробление представляет колоссальную опасность для развития науки, ибо мы утрачиваем единую картину мира. Конечно же, естественно, что в этой ситуации учёные становятся ремесленниками, а не мудрецами. Раньше учёный был мудрец, теперь он ремесленник, он изучает такие-то приёмы, шаблоны, он прекрасно и не владеет, но ничем не отличается от любого другого профессионала. Редки, чрезвычайно редки стали учёные-философы. Может, конечно, возразить, что и были всегда редки, но большинство людей, составляющих современное научное сообщество, на самом же деле в философии не нуждаются, и вполне ремесленно решают какие-то иногда очень сложные, изощрённые и красивые задачи. Можно вернуться к замечательному анекдоту, который рассказывал Анатолий Абрагам, который привёл в первой лекции про самца Гиппопотама. Самец Гиппопотама знает там сам характерный или самец, а больше никому это знание не нужно. И вот, так и учёный, и он знает свои приёмы, свои методы. Он прочитал там несколько книг по своей специальности, написал несколько статей, и он, в общем, в своём деле разбирается. Является ли он учёным, при этом, конечно, большой вопрос. Это не так просто на это ответить. Однако не ясно, как это решать, действительно. В самом деле, знание настолько расползло. Никакой, даже самый обширный лун, охватить его, безусловно, не в состоянии. Прямо так, что тяжкая проблема стоит коллегами математикой. Доказательства математических теорем, это тоже, в каком-то смысле, человеческая проблема. Стали столь длинными, что проверить невозможно. Вот недавно была показательная история с теоремой Ферма. Крупный английский математик доказал теорему Ферма. Доказательство было столь сложным, и оно по сей мере всё сложное, что просто проверить, он должен потратить несколько месяцев. Ну и что должен? Я должен взять на несколько месяцев отказаться от собственной работы, и вследствие за проверку этой работы англичанин. Ну зачем мне это нужно? Это самоубийственное дело. И трудно в таком случае ответить на принципиальный вопрос. Так доказана теорема Ферма, или там есть проколы по дороге. Соблая проблема, конечно, составляет интернет, поскольку там страшно, особенно мусорными статьями. Просто статьями, которые содержат ничего нового. Когда Лившин сказал, что наука погибнет не от ошибочной статьи, она погибнет от статей, в которых нет ничего нового. Это именно как раз то, что и происходит. Когда жвачка пишется мне, которая всем нужно стать доцентами и профессорами, потому что доцентам нужно написать некоторое количество статей. Это должно быть опубликовано. И посылаются, размножаются статьи, которые, в общем, они не скажут, что они неправильные, они, скорее всего, правильные, они просто никому не нужны. И как чудовищное количество статей, согласно официальной статистике, еще для них две трети статей вообще ни разу не скачиваются с интернета. Зачем спрашивается, они пишутся? Это, конечно же, большой вопрос. Вот, да, мы находимся в состоянии кризиса современного естествознания. Я не знаю, что это дело трагически. Кризис – это состояние живого... Продолжение следует...